В студии Елена Кузовкина и вы смотрите программу День с толком. Вот некоторые темы этого выпуска. Дело бывшего министра транспорта края Александра Дементьева передали в суд. Перед законом в ближайшее время придется ответить и представителям компании Алтай Форест. А вот за что? Новые целебные и моностимулирующие. Какие продукты представлены на Международном форуме биотехнологий? Трудоустроить должников алименщикам, не имеющим работу, помогает ее найти. Кто и как это делает? За последнюю неделю в краю увеличилось число заболевших ОРВИ. На карантин, по данным регионального Роспотребнадзора, закрыты уже 63 школы и 45 групп в 18 детских садах. В общей сложности заразившихся больше 30 тысяч человек. При этом привилось от гриппа всего около 90 тысяч человек. Цифры небольшие, ведь по плану к концу кампании привиться должно больше 1 миллиона. Ситуация осложнена тем, что в этом сезоне параллельно идет еще одна прививочная кампания против коронавируса. Что касается ОРВИ, то по мнению специалистов, организм вырабатывает иммунитет только спустя месяц после прививки. Из-за этого время и темпы вакцинации населения растягиваются. Полностью завершится она 1 декабря. Помочь в борьбе с заболеваниями, в том числе вирусными, признаны новые целебные иммуностимулирующие напитки. Их рецептуру разработали в Алтайском техническом университете. Новый продукт в числе других представили на масштабном международном форуме биотехнологии. Он открылся сегодня в концертном зале «Сибирь». Подробнее в сюжете София Яценко. Ведущие ученые и эксперты со всего края на международном форуме биотехнологии. В течение нескольких дней на научно-практической конференции и международном симпозиуме «Биоазия-2021» они будут представлять свои разработки в области науки, образования и индустрии. Надеемся, что такой формат организации нашей работы позволит сохранить лучшие традиции этих мероприятий. Они складываются понемножку и продолжим поиск действительно стратегически ценных решений в развитии биотехнологии. За четыре дня форума ведущие ученые из России, Беларуси, Германии, США и других стран зачитают 163 научных доклада. Команда из Алтайского технического университета представит свою пищевую разработку. В ее составе – кладезь полезных веществ. Мы взяли за основу плоды аронии, либо рябины черноплодной. Почему мы взяли? Так как она широко произрастает в Алтайском крае, то есть доступное сырье. Также богато биологически активными веществами – флавоноидами, антоцианами, пектинными веществами, органическими кислотами. Витамины группы С, В, рутином, йодом, железом, кальцием, кобальтом и так далее. Разработчики утверждают, что новый напиток способен не только обогатить организм полезными элементами, но и является отличной профилактикой от целого ряда заболеваний, в том числе вирусных инфекций. Сначала я протираю спиртом для обеззараживания, затем я устанавливаю точность водой. Авторы разработки – семь сотрудников кафедры технологий бродильных производств и виноделия. Им помогали студенты, последние участвовали в приготовлении напитка и его биохимическом анализе. Кстати, над технологией трудились на средства гранта Управления пищевой промышленности края. В университете надеются, что эксперты форума напиток оценят по достоинству, и тогда он может появиться на продуктовых прилавках. Напиток не только полезный. Но еще и вкусный. И возможно, он и правда станет панацеей от онкологии, атеросклероза, сахарного диабета и вирусных заболеваний. София Яценко, Елена Макаренко и Алексей Фризин. День с толком. К другим темам. Дело бывшего министра транспорта края передали в суд. Напомним, Александр Дементьев обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Это кадры его задержания. Москва июня этого года. По данным следствия, в начале прошлого года Дементьев предложил учредителю и директору одной из организаций передавать ему деньги, чтобы их фирма стала подрядчиком по содержанию дорог в регионе. При этом Минтранс должен был без проблем принять эти работы. Таким образом, экс-министр успел получить взятку более 5 миллионов рублей. Чиновник свою вину признал. Ну и в ближайшее время перед судом также предстанут фигуранты и другого уголовного дела по обвинению в незаконной рубке лесных насаждений и сбыте древесины. Речь идет о должностных лицах компании «Алтай Форест». В 2008 году компания получила в аренду лесной участок для заготовки древесины в Тальменском районе. В 2019 году директор предприятия решил обогатиться. За пару месяцев на территории участка была совершена рубка, превышающая разрешенный объем. В итоге лесному фонду страны был нанесен ущерб – более 7 миллионов рублей. Помимо этого, сотрудники предприятия совершали хранение, перевозку незаконно заготовленной древесины. Генеральный директор своей вины не признал. После того, как мужчина узнал о возбуждении в отношении него уголовного дела, он попытался скрыться на территории другого региона. Однако был задержан и по ходатайству следователя Следственного комитета. Судом помещен под стражу. Его подчиненные в ходе предварительного следствия дали признательные показания и сознались содеянно. Устранить нехватку автобусных маршрутов в новых микрорайонах Барнаула должен комитет по дорожному хозяйству города, а также руководители предприятий перевозчиков. Такое решение вынесла прокуратура к краевой столице после проверки. Поводом для нее послужил сюжет телеканала «Толк» о том, что жители новостроек жалуются на нехватку автобусных маршрутов. В 65-й ходит только, вот, и через, ну, останавливается там от Балтийского угла. Ну, 700 метров прошел, как физзарядка. А 37-й, он тоже самое, редко ходит, он идет тоже по Балтийску на Попово и туда. Так что приходится тренироваться. Я даже не знаю, кому надо написать, чтобы что-то изменилось. Нам не дали школу, нам не на чем ездить в школу в центр. В ходе проверки было установлено, что автобусов действительно значительно меньше, чем требуется. К примеру, вместо 9 единиц, которые должны выходить на 110 маршрут, на линии работает только 3. На 60 вместо 20 выходит 17 автобусов. А по 37 маршруту проезд обеспечивают лишь 3 из 5 необходимых транспортных средств. Прокуратура сделала вывод, что Комитет по дорожному хозяйству Барнаула не принимал необходимых мер для регулирования числа автобусов на маршрутах. Тем самым ответственное ведомство нарушило закон, ему предстоит выплатить штраф. 10 тысяч должников по алиментам в регионе не имеют работу. Соответственно, 10 тысяч семей с детьми не получают необходимые средства. Чтобы ситуацию изменить, в начале года в Крае был создан совместный проект службы судебных приставов и Министерства социальной защиты населения. Задача трудоустроить должников. Сегодня за круглым столом подводили промежуточные итоги проекта и думали, как двигаться дальше. С детьми не разводятся. Это лозунг проекта. Но по факту 18 тысяч жителей Края не платят алименты. 10 тысяч им и платить-то формально не из чего. Они официально не трудоустроены. Однако с запуском проекта ситуация вроде бы начала сдвигаться с мертвой точки. Теперь на базе двух отделений службы судебных приставов открыты отдельные кабинеты, где ведут прием представители центра занятости. Должникам без работы предлагают имеющиеся вакансии, получить образование, если его нет, или научиться чему-то другому. Говорят, результаты есть. Если в прошлом году за 8 месяцев предыдущего года мы изыскали 270 миллионов рублей алиментных платежей, то на сегодняшний день мы уже изыскали более 400 миллионов рублей. Количество граждан, которые начали получать денежные средства официально с трудоустройства, в этом году увеличилось. Но проблем хватает. Далеко не всегда алиментщики хотят и готовы идти работать. Их необходимо мотивировать, уверены в Министерстве соцзащиты. Здесь найти ту болевую точку, на что воздействовать, помогают наши профконсультанты, профпсихологи, которые понимают, чувствуют конкретное состояние человека, почему мы говорим из конкретной жизненной ситуации, для того, чтобы сподвигнуть его к принятию решения о трудоустройстве. И уже в дальнейшем мы конкретно рассматриваем, чего не хватает человеку, навыков, уровня образования. В общем, говорят, каждому подход индивидуальный. Все-таки, чтобы проект давал еще лучшие результаты, необходимо, по словам участников круглого стола, привлекать и другие структуры. С одной стороны, работодателей, чтобы должников устраивали официально, ведь многие из них работают, но в тени. С другой, тот же многофункциональный центр может помочь. Для того, чтобы появились такие своеобразные окна консультационные, да и возможности трудоустройства, ну и экстраполяция на федеральный уровень, для того, чтобы такая модель заработала по всей стране. И более того, были изменения в национальных проектах по принципам финансирования. Было доп. финансирование на обучение как раз и переподготовку тех, кто у нас с элементами долгами. К слову, наш проект уникальный. Пока таких в России еще не было. Кстати, в рамках его реализации с апреля 2021 года к специалистам центров занятости Барнаула и Тальминского районов обратилось 279 элеменщиков. 15 удалось трудоустроить. Три человека проходят обучение или переобучение. Татьяна Голубева, Александр Антропов, День с толком. К другим темам. Алтайский край оказался на 70-м месте в общероссийском рейтинге по поддержке Единой России. За партию власти по итогам уходящих выборов отдали свои голоса почти 34% избирателей, которые приняли участие в выборах. По сравнению с 2016 годом, край поднялся сразу на 15 строчек в поддержке партийного бренда. Пять лет назад Алтайский край занимал последнее место в строке. По итогам этих выборов правящая партия наибольший отклик традиционно получила в Чечне, Тыве, Ингушетии и Дагестане. Там единороссы набрали свыше 80% голосов. Всего в голосовании на выборах участие приняли чуть больше 50% избирателей России. С 1 октября цена на тепло в Барнауле и Рубцовске вырастет на 12%. Такая информация появилась накануне. Управлении по тарифам края дали комментарий на этот счет. О повышении на целых 12% по мнению специалистов ведомства говорить некорректно. Предельные цены применяться не будут. Если в предыдущем отопительном сезоне барнаульцы платили 1191 рубль за гигакалорию, то с 1 октября эта цена вырастет до 2105 рублей. Рост составит около 6%. В денежном выражении – 113 рублей. Управлении по тарифам уверены, это значительно ниже предельно допустимого роста оплаты для горожан. В Рубцовске в предыдущем сезоне жители платили за отопление 2187 рублей за гигакалорию. С 1 октября цена вырастет до 2266. Рост составит около 4%. В денежном выражении – это 79 рублей. Предельная цена для Рубцовска составит 2425 рублей за гигакалорию. Новая цена и в Барнауле, и в Рубцовске с 1 октября будет применяться и при расчетах за горячий воду. Соль, спайс, скорость. Сокращение именно этих слов можно увидеть на фасадах многих зданий Барнаула, Бийска и других городов края. Как правило, под ними написан адрес сайта или название аккаунта. Так владельцы наркомагазинов рекламируют свою продукцию. В противовес им выступают общественники, последние закрашивают надписи. В очередном рейде побывали и наши журналисты. Для того, чтобы закрасить рекламу магазинов с наркотиками, иногда волонтерам приходится работать даже такими методами. Несмотря на неудобства и плохую погоду, молодые люди вновь вышли на улицы. В этот раз их целью стал железнодорожный район. Здесь, по словам борцов с нелегальными граффити, надписи можно встретить чаще всего. Организация работает уже более пяти лет. И за это время они избавили город от нескольких сотен уличных ссылок на сайты и боты в мессенджеры Телеграм. Это, говорят волонтеры, должно оградить жителей района от интереса к запрещенным веществам. Это очень важно. И надписей становится много, но они нехорошие, их надо закрашивать и помогать, чтобы люди на это не подписывались. Люди, они думают, что это все быстро, ничего там страшного нету. Но потом они тоже очень разочаровываются и деньги там у кого-то снимают, кто-то наркоманить начинает. И это очень плохо. За первое полугодие 2021-го в Крае зарегистрировано полторы тысячи наркопреступлений. Только в одной из лабораторий было изъято более 145 килограммов запрещенных веществ. А по прошлогодней статистике на учете стоит более 4,5 тысяч страдающих наркоманией. И это только официальные данные. По уровню распространенности болезни регион занимает пятое место в Сибири. Сколько из этих людей перешли по ссылке на стене и попали в зависимость, остается только гадать. У нас есть сотрудничество с МВД. И если видят каких-то подозрительных людей, граждане могут обратиться. У нас есть вконтакте группа «Отайский край, чтобы наркотик», где жители могут подать заявку. Допустим, что на моем живом доме есть надписи «Я видел подозрительного молодого человека» и так далее. То есть они вот наводки дают. Мы связываемся с МВД, передаем им наводки. После этого, говорят волонтеры, к работе должны подключаться сотрудники полиции. Однако поймать уличных наркохудожников практически невозможно. Они работают ночью, а самое строгое наказание, которое им грозит – штраф. Именно поэтому общественники продолжают борьбу с граффити и ждут ужесточения законов. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком. Виновных в вырубке Бурнаульского сквера полиция так и не определила. Таков итог четырехмесячных разбирательств правоохранителей. Напомним, в мае в небольшом сквере на проспекте строители неизвестные в рабочей форме спилили яблони. Горожан возмутил такой поступок. Жители написали об этом в соцсетях и даже обратились к городским архитекторам. Буквально со слезами она рассказывала, что она вышла, видимо, на следующий день после рыбки с дочерью посмотреть, как цветут. Даже не зацветали уже вот эти вот ранетки яблони. И девочка маленькая, дочка увидела, заплакала. Как это так? Что такое? Где деревья? Где наши цветочки? А еще жители заметили, что клёны рядом с яблонями не тронуты и предположили, что рабочие могли просто перепутать деревья для обрезки. Любопытно, что в администрации железнодорожного района нам тогда объяснили, что ни они, ни управляющие компании не имеют отношения к рубке. Тем не менее, через несколько дней клёнов в сквере стало меньше. Одна из жительниц рассказала, что исполнители работ были в той же форме, что и рубили яблони. Однако виновных так и не нашли. По информации Банкфакса, расследование остановили, так как лиц, подлежащих привлечению к ответственности, не установили. И к новостям спорта. Футболисты «Динамо Барнаул» уступили Нижнему Новгороду в Кубке России. Правда, с минимальным счетом 0-1. Единственный гол был забит на седьмой минуте. Однако на протяжении всего матча было немало опасных моментов, которые удалось обойти. Но, тем не менее, белоголубые вылетают из Кубка России. Подробнее о матче расскажет Дмитрий Дроздов. Вновь большой футбол на Алтайской земле. Кубок России. Команда из российской премьер-лиги. Все как в 2018 году. Тогда «Динамо Барнаул» играли против Оренбурга. Сегодня соперник посерьезней. Футбольный клуб Нижний Новгород, тренер которого – экс-футболист сборной России Александр Киржаков. Однако эту персону барнаульские болельщики на своем стадионе так и не увидели. Как выяснилось, Александр Киржаков на игру не прилетел по семейным обстоятельствам. Но местные старожилы футбола понимают, что игра против «Динамо» для тренера нижегородцев оказалась не такой уж и важной. Тем более, через пять дней Нижний Новгород играет против московского ЦСКА. Но и в этой игре у гостей не все получалось. Учитывая качество, наверное, газона, мы понимали, что будет очень много борьбы, очень много единоборств, спорных мячей. Поэтому, в принципе, мы, я считаю, результаты достигли. Понятно, что качеством игры не всех футболистов мы довольны, это мы разберем. Поэтому все, но я считаю, мы заслуженно победили. «Динамо» Единственный, но решающий для барнаульского «Динамо» гол забил Илья Берковский. Чуть позже барнаульцы были близки к тому, чтобы счет сравнять, но Иван Житников с убойной позиции не попал в ворота. За весь матч хозяева создали три топовых момента, которые могли бы закончиться взятием ворот черно-белых, но не получилось. А во втором тайме и вовсе барнаульцы посадили в защиту своих соперников. Отправить мяч в ворота так и не получилось. Всегда, когда команда начинает вести счетчик, она даже психологически немножко подсаживается назад. Особого впечатления команда не оставила, что в премьер-лиге, допустим, нам с факелом даже, я скажу, было сложнее играть, чем с ними. Просто опять же, опять же, уровень исполнения, они один из двух моментов из своих забили, мы из двух – ноль. Тем самым «Динамо Барнаул» вылетает из Кубка России, но достойно. Теперь подопечный Александра Суровцева продолжит играть в чемпионате. Сейчас команда ждет выезд в Ульяновск, где 27 сентября белые-голубые встречатся с местной «Волгой». Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.